Здравствуй, мама! Прочти весточку от сына. Я пока жив. Эти строчки молодой солдат Михаил Матянин написал матери в апреле 1942 года. Он был связистом и военным фотографом. Прошел всю войну. Письма, рисунки, фотоаппараты, фотографии отца бережно хранит его дочь Наталья Василюк. В памяти живые рассказы о войне. И вот он на ощупь, не слыша ничего, пробирается до Берлина, входит в Берлин. И перед ним яблоня цветущая, а под яблоней лежит убитый солдат с голубыми глазами. И небо отражает в своих глазах. У него в душе все перевернулось, как он рассказывает. Видимо, случился шок. Он пережил, что вот, боец дошел до Берлина, и его убили прямо в самом Берлине. И что вы думаете? Слух вернулся к нему, и все было замечательно. Все экспонаты выставки «Была война» предоставлены из частных коллекций и семейных архивов. Фотографии, документы, письма, формы и награды – всего больше сотни старинных вещей. Чтобы молодое поколение смогло прочувствовать, насколько тяжело приходилось их сверстникам в годы Великой Отечественной, авторы выставки сделали в подвале дома импровизированное бомбоубежище. Здесь все, как во время войны. В небольшом холодном помещении несколько скамеек, алюминиевый чайник и радиоприемник. Это было очень ужасное время. Мне очень было страшно, и я бы от мамы никуда не отходила. Людям того времени, им было очень тяжело. Это их всегда волновало. То, что вот они волнуются за своих близких, им очень страшно. Они боятся. Все это почувствовалось там. Посетив выставку, дети узнают и о жизни людей в тылу, и об уплотнении, когда людям приходилось ютиться в маленьких комнатках 2 на 2 метра. Выставка «Была война» в детской картинной галерее будет работать до начала июня. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова